Севастопольское информационное бюро Первые новости города В студии Дарья Морощак Здравствуйте! Сегодня в выпуске Судебные приставы предупредили руководство спортивного комплекса «Мусон» О недопустимости проведения тренировок Кто решит проблему украинских долгостроев Жители дома номер 4 по улице Ардивизионовской Обратились за помощью в партию «Единая Россия» В Севастополе в этом году за счет собственников Отремонтируют 216 многоквартирных домов Огонь, вода и холодные трубы С чем приходится мириться жильцам дома по адресу Корчагина, 34? Президент России обсудил с членами правительства Итоги социально-экономического развития Крыма за 5 лет Сообщает пресс-служба Кремля 20 марта с докладами перед Владимиром Путиным выступили глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников Вопросов много, я предлагаю сегодня обсудить и принять необходимые решения для того, чтобы двигаться в решении этих вопросов Нужным для нас, для людей, которые проживают в Крыму и Севастополе темпом Пожалуйста, я попрошу начать Сергея Валерьевича Аксенова Основная часть, конечно, социально-экономического развития сосредоточена на увеличении показателей доходов бюджета Республики Крым Нам удалось за 5 лет переломить ситуацию По сравнению с лучшими временами нахождения Крыма в составе Украины Собственные доходы бюджета Республики Крым выросли более чем в 2,5 раза Сергей Аксенов отметил, что ввод новых ТЭС в Республике Крым обеспечил полную энергетическую независимость региона Напомним, вторые энергоблоки Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС в Симферополе были запущены 18 марта во время визита Путина в Крым приуроченного к пятилетию воссоединения полуострова с Россией Об итогах работы за 5 лет перед президентом отчитался и губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников доложил главе государства, что экономика региона за этот период выросла на 80% Только за 2018 год на 20% По оценке Минфина России мы вышли на 8 место по развитию экономического потенциала в среде регионов России Началась загрузка наших промышленных предприятий За 5 лет промышленное производство выросло на 150% и только за последний год на 29% Дмитрий Овсянников сообщил президенту, что в Севастополе активно развивается малый и средний бизнес По его словам, налоговые поступления в бюджет выросли на 43% за год Владимир Путин указал на необходимость повышать доходы жителей Крыма и выравнивать цены на некоторые виды товаров, в том числе продовольственные Для примера президент привел молочную продукцию, цены на которую, по словам главы государства в Крыму и в Севастополе выше, чем в соседних регионах Помимо этого, собравшиеся обсудили ряд текущих актуальных тем Финансирование федеральной целевой программы развития полуострова Перспективы туризма, решение транспортных проблем Судебные приставы предупредили руководство спортивного комплекса «Мусон» о недопустимости проведения тренировок Представители ведомства пришли в «Мусон» днем 20 марта Напомним, занятия в спорткомплексе возобновились 13 марта Как сообщал директор «Мусона», это было сделано под слово губернатора Уладить юридические вопросы Позапрошлой неделе мы встречались в администрации с губернатором и главным архитектором города Севастополя И, в общем-то, чтобы снять социальную напряженность Губернатор нам дал добро заниматься в спортивном комплексе Предварительно сказав о том, что дети должны заниматься И он этот вопрос юридически, в общем-то, как-то урегулирует На что я ему ответил, что у нас есть судебное исполнение И поэтому это будет проблема Если мы сейчас детям дадим возможность заниматься Потом, в общем-то, лишим этой возможности То будет новый конфликт Но, к сожалению, этот конфликт сегодня и произошел То есть вчера уехал президент страны А сегодня, в общем-то, нас пришли опечатывать И, в общем-то, отправлять всех детей Опять в долгосрочный, наверное, отпуск Владимир Плотко считает, что судебные приставы Все сделали по закону По идее, они должны нас предупредить Оштрафовать и закрыть практически в этот же день То есть поэтому они, как говорится, на утро Чтобы уже сегодня детям дать возможность Я скажу, что тут приставы выполняют по закону свои действия Значит, и даже более того скажу, что чудовец Юрий Викторович Значит, это судебный пристав руководитель Он даже не дал команду приставам Освободить, чтобы они выгоняли детей сегодня А предупредить нас, чтобы мы просто завтра с утра не пускали Можно констатировать, что губернатор обещания помочь не выполнил Не уехал в Москву отчитываться перед президентом С главным судебным приставом, как выяснилось, он не общался К нему не поступало, но губернатор обещал с прокурором поговорить Но в прокуратуре вчера пристав был И в прокуратуре, в общем-то, не знаю, это такой просьбе до открытия Но у нас до открытия по-хорошему Но я думаю, что неделя-две они нам должны дать такой лист Об окончании судебного производства Депутаты Государственной Думы в среду на пленарном заседании Обсудили вопрос о взыскании долгов с Украины за экономические потери Крыма Который полуостров понес в период нахождения в составе Украины Об этом сообщает телеканал Дума ТВ Инициатива обсуждения принадлежит председателю Госдумы Вячеславу Володину Подсчитывать ущерб будут тщательно с привлечением ученых, экономистов и руководства Севастополя и Крыма Будет предложено, могу вам об этом сейчас сказать Создание рабочей группы во главе с Иваном Ивановичем Мельниковым В которую войдут представители фракций, руководитель профильных комитетов Безусловно, представители экспертного сообщества наших специализированных вузов Для того, чтобы нам выйти на решения В основе которых будут обоснованы цифры, факты И дальше уже мы с вами будем рассматривать этот материал Для последующего по нему принятия решений Рабочая группа была создана чуть позже, в ходе пленарного заседания, в тот же день В Севастополе созданы лучшие среди регионов условия для работы контрольно-счетной палаты Такое мнение было высказано на заседании коллегии Счетной палаты России Отмечено, что местное законодательство Севастополя позволяет КСП широко реализовывать полномочия Причем в условиях обеспечения независимости работы контрольного органа Об этом рассказал заместитель спикера севастопольского парламента Александр Кулагин Который на прошлой неделе вернулся из рабочей поездки в столицу Было заседание коллегии Счетной палаты под руководством Алексея Леонидовича Кудрина Где рассматривался вопрос итогов проверки контрольно-счетной палаты города Севастополя Основной тезис моего выступления был, что мы понимаем всю ответственность За экономное и эффективное использование тех средств, которые нам дает государство Назвали в Счетной палате существующие недостатки действующего законодательства Среди них нерасширенные полномочия контрольно-счетной палаты Для проведения экспертизы по внесению изменений в госпрограммы Честно говоря, мы это делали уже трижды Трижды этот закон не проходил в силу ряда причин Сейчас как раз он опять внесен в законодательное собрание и будет рассматриваться Счетная палата хорошо оценила деятельность контрольно-счетной палаты города Севастополя Сказала, что деятельность эффективная, результативность достаточно высокая и так далее Ситуацию с банкротством городского автозаправочного комплекса Проанализируют правоохранительные органы Об этом рассказал заместитель председателя законодательного собрания Севастополя Александр Кулагин С его точки зрения сейчас необходимо выявить Кто несет ответственность за доведение имущественного комплекса Государственного унитарного предприятия до плачевного состояния ГУП получило это имущество совершенно бесплатно Оно не строило, не несло ни копейки затрат Не несло затраты на земельные участки Вот просто им дали, сказали, торгуйте К тебе пришел бензовоз, слил бензин, приехали машины, заправились Пришел бензовоз, слил, приехали, заправились Никаких затрат не несется Как можно было работать в убыто, как можно было довести до банкротства, я не знаю Александр Кулагин считает, что по результатам проведения проверок на предприятии Выяснится, что банкротство городского автозаправочного комплекса было умышленным Разобраться в этом вопросе по информации вице-спикера предстоит сотрудникам МВД Правительство Севастополя обратилось к депутатам законодательного собрания С предложением увеличить бюджетные расходы более чем на 2 миллиарда рублей в 2019 году С таким заявлением перед парламентариями выступил заместитель директора департамента финансов городского правительства во вторник Поправками в закон о трехлетнем бюджете предлагается перенести остатки средств из бюджета прошлого года на 2019 Деньги предлагают направить на строительство объектов образования 15 миллионов на дооснащение детского сада номер 120 50 миллионов на капитальный ремонт детского сада номер 127 Более 142 миллионов на школу-коллегию Более 200 миллионов предназначено для строительства и ремонта объектов городского хозяйства и благоустройства 50 на ремонт дорог и более 25 миллионов на дооснащение многофункциональных центров Севастополя. Кроме того, деньги нужны на реконструкцию Парка Победы и государственного телеканала «Х», отметил Михаил Ноздряков. 125 миллионов предлагается направить дополнительно на реконструкцию благоустройства Парка Победы, из которых 100 миллионов по работам первого этапа, первой очереди реконструкции и 25 миллионов на проектные работы по второй очереди. 70,4 миллиона на увеличение финансового обеспечения исполнения государственного задания Севастопольской телерадиокомпании. По словам председателя постоянной комиссии по бюджету законодательного собрания Вячеслава Аксенова, правительство Севастополя не предоставило финансовых обоснований требуемым суммам. По его словам, в законопроекте много недостатков. По поводу субсидий ГАО СТРК, Севастопольская телерадиокомпания, похожая ситуация. То есть госзадание есть, есть, но в процессе обсуждения этого госзадания мы выяснили, что оно не обосновано. Аналогичное положение и с 11 миллионами субсидий ГБУ Центра энергоэффективности развития городской инфраструктуры. Тоже госзадание есть, а нормативов затрат нету. То есть как сформировались эти 11 миллионов, непонятно. Как-то из воздуха, из пальца. Законопроект парламентарии приняли в первом чтении. Вячеслав Аксенов рекомендовал внести к документу поправки. Изменения должны представить в начале апреля, накануне второго чтения. Правительство Севастополя объявило четвертый по счету конкурс на выполнение работ по строительству многопрофильного онкоцентра. Соответствующая информация ГБУ, дирекция капитального строительства, размещена на сайте госзакупок. Первые три попытки найти строителей состоялись в ноябре и декабре 2018 года. Напомним, на закупки от 13 ноября и 1 декабря участников торгов не нашлось. На тендер никто не заявился. Определение подрядчика в третий раз выбрали ООО «Диалог Инвест». Был отменено Федеральной антимонопольной службой. Отметим, что условия нового конкурса, объявленного 19 марта, несколько изменены. Теперь цена контракта больше на 125 миллионов, чем в конце прошлого года, и составляет 2,5 миллиарда рублей. Изменена сумма обеспечения контракта «Аванс». Она уменьшена с 30 до 20 процентов. С 718 миллионов рублей до 504 миллионов. Обязательное казначейское сопровождение средств сохраняется. Изменились и требования к участникам аукциона. Раньше они касались только общих норм 44-го федерального закона. Теперь от подрядчика дополнительно требуется привлечение в качестве субподрядчиков субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. В объеме привлечения не менее 15 процентов. Интересно, что правительство Севастополя не требует наличия у потенциального подрядчика опыта аналогичной работы на такие же суммы за последние 4 года. Опыта строительства крупных медучреждений. Севастопольский заказчик требует у участников аукциона по онкодиспансеру только наличие опыта ремонтных и строительных работ в последние 3 года по одному объекту капстроительства на сумму не менее 504 миллионов рублей. Результаты нынешнего конкурса будут известны 12 апреля. Окончание строительства онкодиспансера, если оно будет разыграно по этой госзакупке, намечено на 1 декабря 2022 года. В Севастополе в 2019 году за счет собственников отремонтируют 216 многоквартирных домов. Об этом сообщает руководство Севастопольского фонда содействия капитальному ремонту. 20 марта представители фонда проверили качество новой кровли дома номер 11 по улице Блюхера. Площадь крыши дома номер 11 по улице Блюхера 1269 квадратных метров. Во время капитального ремонта здесь частично демонтировали рубероид, затем уложили ПВХ-мембрану. Это специальный гидроизоляционный материал. По словам специалистов компании-подрядчика общества с ограниченной ответственностью «Тектум», он может выдержать сильные дожди и не расплавиться в жару. Качество работы строителей проверили представители Севастопольского фонда содействия капитальному ремонту. Чем хорош данный вид кровли, позволяет работать быстро, очень хорошо годится для данных условий, для данного региона. Производитель дает на него очень хорошую гарантию и опыт использования данного покрытия нам позволяет делать именно такие выводы. Во всяком случае нареканий у нас по данному типу покрытия пока нет. К ремонту кровли строители приступили 1 февраля, а уже 26-го объект был сдан. Заместитель директора ФСКР Сергей Шиянов обратил внимание, что к работе подрядчика претензий нет. Можете взглянуть на парапеты, леерные ограждения, газлюк с лифтами, трубостойки, аэраторы, ходовые дорожки. Работа вся выполнена достаточно качественно, объемы сверены. Если мне память не изменяет, по-моему, подрядчик получил за него деньги. Дом в программе 2019 года. Гарантия на работы от подрядчика 5 лет. Главный инженер компании Тектум рассказал, что кровля прослужит долго, если жители дома будут эксплуатировать ее правильно. По ремонту, в принципе, если достаточно небольшое повреждение, то в течение 5 минут, если не порежут всю крышу, не порвут на части, тогда, естественно, дольше будет. А так, в принципе, любое механическое повреждение 5-10 минут. Ходить по ней можно нормально, спокойно, но чтобы не ставили просто на само покрытие антенны, не знаю, любые крепежи какие-то механические, чтобы не сверлили отверстие у себя в крыше просто. И все остальное как бы можно. По информации Фонда содействия капитальному ремонту Севастополя в этом году планируют отремонтировать за счет средств собственников 216 домов. 25 из них уже готовы. В работе находится 80 многоквартирных домов. Дарья Юхновская, Юрий Риутин, Севенфорумбюро. В Севастопольце выберут общественные пространства, которые власти должны благоустроить в 2020-м. Правительство запустило рейтинговое голосование на своем официальном сайте. Там же представлены материалы для ознакомления. Голосование продлится с 19 марта по 2 апреля. Будет пройдена процедура изучения общественного мнения и вовлечения общественности в процессы принятия решений касательно комфортной городской среды. Соответственно, таким образом будет обустроено на территории города Севастополя уже действовать на данный момент 4 участка для очного голосования. В перечень вошли по 5 общественных территорий в каждом районе города. В Ленинском районе – Комсомольский парк имени Марии Карповны Байды. Сквер Ленинского комсомола – сквер имени Василия Бузина. Сквер у школы номер 44, сквер улицы Ленина – 2. Нагаринский район – малые скверы по улице Воклинчука, от Сума до улицы Воклинчука. Зеленая зона вдоль дороги. Сквер памятника Дмитрию Ульянову рядом со школы номер 34. Сквер у памятника Юрию Гагарину. Зеленая зона в районе дома 24А на проспекте Героев Сталинграда. Зеленая зона между домами номер 1921 по улице Колобова и детскими садами номер 11 и 125. Балаклавский район. Зеленая зона спортивной площадки 7-го километра Балаклавского шоссе. Улица Камдива-Ласкина. Сквер между улицей Спартаковской и улицей Ракетной. Участок возле общежития агрофирмы «Золотая балка». Зеленая зона в районе дома 33-15 по улице Строительной. Зеленая зона спортивной площадки и сквер в селе Первомайском. Улица Разъездная, дом 1, Нахимовский район. Сквер Лазаревский на пересечении улицы 9 января и улицы Якутской. Сквер возле стадиона на улице Брестской 21. Общественная территория по улице Горпищенко 61. Сквер Корабелл, улица Корабельная, дом 27. Улица Рабочая, дом 2. Сквер на проспекте Победы в районе школы номер 11. Голосование также запущено с сегодняшнего дня в сети интернет. Каждый желающий также может, соответствующим образом зарегистрировавшись, отдать свой голос удаленно. Для того, чтобы проголосовать на территории очного избирательного участка, необходимо взять с собой документ удостоящей личности. Проголосовать в Ленинском районе можно в Севастопольском центре культуры и искусств по улице Ленина 25. Остальные участки открыты с 9 утра до 18 часов на территории Нахимовского, Гагаринского и Балаклавского районов. Они расположены в зданиях районных муниципалитетов. В течение нескольких дней после окончания голосования будут подведены итоги. И официально опубликован и утвержден перечень объектов благоустройства, которые будут у нас обустраиваться в 2020 году в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Многоквартирный вопрос. Уже пять лет жители дома номер 4 по улице Ардивизионовской борются за право жить в украинском долгострое. Здания в числе 28, которые из-за нарушений подрядчика не могут ввести в эксплуатацию. Люди судились, подписывали мировые соглашения с правительством, но их вопрос так и не сдвинулся с места. Теперь отчаявшиеся горожане ищут поддержки у нового руководства местного отделения партии «Единая Россия». Жители Ардивизионовской 4 надеются на чудо. Их дом в числе 28 долгостроев, которые из-за нарушений подрядчиками городостроительных норм не могут ввести в эксплуатацию. Почти 120 семей на протяжении нескольких лет борются за право собственности на купленные квартиры. Люди живут в страхе лишиться жилья, которое многие приобрели на последние деньги. Теперь они ищут поддержки у нового руководства местного отделения партии «Единая Россия». На сегодняшний день, я знаю, работает комиссия по урегулированию этих вопросов. Я думаю, что необходимо создавать дополнительные какие-либо правовые механизмы, которые будут способствовать урегулированию данного вопроса. Потому что идет большой накал. Мы однозначно будем людям помогать. Жильцы комплекса «Корабел» за несколько лет пережили уже несколько судьбоносных решений. Постановление о сносе и мировое соглашение. Правительство Севастополя пыталось внести на рассмотрение законопроект, чтобы разобраться с наследием украинских застройщиков. Однако документ не получил согласование Минстрой России. Тысячи севастопольцев продолжают жить в страхе остаться на улице. Камень преткновения на арт-дивизионовской 4 – назначение земельного участка. Выделен он под индивидуальное строительство, а вырос здесь многоквартирный дом. Правительство Севастополя давало согласие на заключение мирового соглашения. И для того, чтобы нам сейчас внести корректировки в мировое соглашение и обратиться в суд, нам необходимо получить распоряжение губернатора об изменении вида разрешенного использования земельного участка. Ответственность за ввод в эксплуатацию украинских долгостроев взял на себя губернатор Дмитрий Овсяников. Несмотря на то, что многие дома возведены в нарушение градостроительных норм, посажены на старые коммуникации без парковочных мест. 28 многоэтажек собираются вводить в эксплуатацию в индивидуальном порядке. Но сносить не будут, пообещал Овсяников по соседству на Тарутинской 60. Хотя до этого власти неоднократно судились с нерадивыми застройщиками. Все действия, связанные с исками, они могли подаваться, но для того, чтобы в суде перейти к мировому соглашению, чтобы был легальный способ пойти на некоторые отклонения от градостроительных норм и кодекса. Только для этого нам важен процесс в суде, а не для сноса. Ни один дом я никогда в жизни не дам снести. На следующей неделе будем разбираться с ЖСК «Корабел», «Ардивизионовская». Уже сейчас в местном правительстве нашли путь решения вопроса долгостроев на проспекте Октябрьской революции 48, Тарутинской 60. Договорились о вводе в эксплуатацию и проблемного дома на Челнокова, 19. Тем не менее, по словам заместителя секретаря Севастопольского отделения партии «Единой России» Артема Мальцева, к ним регулярно поступают обращения севастопольцев, которые боятся оказаться на улице. Ведь проблемные дольщики не могут ни прописаться, ни устроиться на работу, ни даже попасть на прием к врачу. Будем встречаться с членами правительства, с депутатами заказательного собрания. Будем ставить вопросы, доведить до сведения, действовать так, чтобы люди могли на сегодняшний день почувствовать себя, что они дома. Чтобы вот у этих людей был вопрос решен, у всех остальных. Задача – помочь людям. На встречу пришли и представители других жилищно-строительных кооперативов. Проблема у всех одна, но у каждого дома свои нюансы. Три корпуса на проспекте генерала Острякова, 244 и 2 на Степаняна, 9А, готовы на 3 четвертых. Собственники квартир уже отчаялись ждать помощи. У нас много проблем. У нас проблемы. Нет подключения коммуникации, электричества, водоснабжения, канализации. У нас проблемы с землей по Степаняна, потому что юридическое лицо, которое находится в украинском поле, не перерегистрировалось в российское. И как решаться этот будет вопрос, непонятно. Обещали, что помогут создать рабочую группу, в которой, возможно, нам, мы очень надеемся на это, что будут поднимать эти вопросы и помогать нам в решении этих вопросов. Севастопольцы надеются, что власти будут последовательны. Люди верят, что пусть и с пятилетней задержкой, но смогут почувствовать себя в своих квартирах, как дома. Дарья Марущак, Денис Александрович, Севинформбюро. Еще один проблемный дом. Настоящие озера в подвале и вечно холодные батареи. Жильцам дома на улице Павла Корчагина, 34, не привыкать. В таких условиях они живут много лет. А управляющая компания Гагаринского района номер один делает вид, что не в курсе проблемы. Но любому терпению приходит конец. Когда в одном из помещений дома за один день дважды возник пожар, люди, обеспокоенные сохранностью своих жизней, забили серьезную тревогу. В далекие 1980-е дом на улице Корчагина, 34, процветал. На первом этаже размещался гастроном. Просторное светлое помещение. Спустя почти 4 десятилетия бывший магазин превратился в притон. Жильцы нашего дома туда обращались, ходили и в ЖЭК ходили, и в ГУПС, вернее, номер один ходили. Но никаких мер не принимаются. Они забьют одной палочкой, и все. На следующий день или тут же вечером дети, молодежь, отрывают все это, заходят. Молодежь курит клей, дети на Новый год взрывают петарды. В общем, конечно, кошмар. Бомжи ночуют, когда холодно. По вентиляции в квартире жителей дома постоянно проникают неприятные запахи. Досаждают жильцам и громкая музыка, и постоянный шум, доносящийся из нежилого помещения. Нередко в заброшенном магазине случаются пожары. Загораются матрасы и кровати, которыми обустроили бывший гастроном, асоциальные постояльцы. Вот и в этот вторник утра жителей дома началось приезда пожарной машины. В 7 утра весь дом был в дыму. Вызвали пожарных. С той стороны, там первое помещение, был пожар. Приезжала пожарная машина в 7 утра Гагаринского района. Вытащили оттуда два матраса, которые горели. Буквально через пару часов на пульт дежурного поступил вызов на тот же объект. К приезду пожарной машины дым через разбитые в первый приезд спасатели окна добрался до квартир верхних этажей пятиэтажки. Пришли, разбили окна эти пожарники, уехали. Пришло где-то часа два. Смотри, я задыхаю себе. А у меня фортишка открытая, я проветриваю. А тут пламя прямо повыше. Квартира Виктора Башко находится на втором этаже прямо над окнами нежилого помещения. Когда начался второй пожар, он отдыхал в своей комнате. Соседи еле достучались до пожилого человека и помогли выйти на улицу. Весь день Виктор Михайлович сидел на скамейке у подъезда. Возвращаться домой было нельзя. Квартира пропахла дымом. Люди говорят, в доме может произойти трагедия. Газовые трубы и электрическая проводка проходят через заброшенное помещение. И добравшись до них, огонь может спровоцировать взрыв. Это отопление, которое нам греет квартиры. Оно здесь пустую. И в каком состоянии? Видите? Температура в квартирах жителей этого дома порой не поднимается выше 15 градусов. Люди уверены, виной тому отсутствие изоляции на трубах отопления в большом продуваемом помещении. В аварийном состоянии и остальные трубы. В подвале дома все время стоит вода. За помощью жителей дома номер 34 по улице Корчагина не раз обращались в управляющую компанию Гагаринского района номер 1. Но за много лет никаких мер принято не было. В телефонном разговоре выяснилось, что заместитель директора управляющей компании не в курсе плачевного состояния коммуникаций. Но этим вопросом она пообещала заняться. Я так понимаю, что это водопровод протекает. То есть там не просто капает с труб, а прям вот течет вода. А сейчас подследуем, посмотрим. Вы можете пообещать, что насчет коммуникации будет этот вопрос? Конечно. По информации управляющей компании, помещение бывшего гастронома находится в ведении Департамента по имущественным и земельным отношениям правительства Севастополя и передано во временное пользование многофункциональному центру. Нежилые помещения находятся в управлении ЕЗО. И на сегодняшний день это помещение передано арендатору ФСЦ. Они будут проводить капитальный ремонт и будут туда заселяться. Соответствующий информационный запрос мы направили в Департамент по имущественным и земельным отношениям. Какая судьба ждет заброшенное помещение по улице Корчагина, 34, мы расскажем в выпусках новостей. София Драговоз, Юрий Риутин, Севинформбюро. В Севастополе создадут молодежный совет партии «Единая Россия». Такой идеей со студентами Севастопольского государственного университета поделился секретарь регионального отделения партии Дмитрий Саблин. 19 марта члены президиума полицсовета встретились с молодыми избирателями. Политики рассказали студентам о предстоящей работе и услышали пожелания юных граждан касаемо развития города. Предмет обсуждения не только политическая обстановка, но и тонкости работы депутатов. Говорить нужно именно о том, что может молодежь делать для города Севастополя, для России, что государство, чего они от нас ждут, молодежь города Севастополя. Об этом, безусловно, наверняка пойдет речь. Но у нас вчера был совершенно для нас особенный юбилей, пятилетие русской весны, поэтому, возможно, речь пойдет и об этом, потому что, наверное, пять лет – это повод говорить о том, какие итоги можно было бы подводить, и в том числе в области молодежной политики. В Севастополе создадут своеобразную школу будущих руководителей регионной страны. Молодежный совет партии «Единая Россия. Дела важнее слов» объединит общественные организации для создания новых интересных проектов. Точка отсчета встанет трехдневный форум, где 150 активных молодых людей при поддержке старших коллег представят важные для города общественные инициативы. Участники – люди здорового образа жизни с активной гражданской позицией. Встреча «Старт работы молодых единороссов» пройдет в начале апреля. Цель – создать ряд общественных проектов, в которых севастопольская молодежь сможет реализовать свою безграничную энергию. Студенты Севастопольского государственного университета с энтузиазмом восприняли новость о создании молодежного совета. Ребята даже выразили желание контролировать федеральные проекты. Конечно, хотелось бы влиять, как-то быть причастным к тому, что происходит в городе, в стране. Ведь если не мы, то кто? Спасите Бурана. С такой просьбой в редакцию независимого телевидения Севастополя обратились волонтеры. 7 марта в ветеринарную клинику «Бион» принесли на стерилизацию молодого пса по кличке Буран. За собакой хозяева не вернулись. В настоящее время Буран находится на передержке у сотрудников клиники. Он ласковый и добрый, здоров и привит по возрасту. Однако, если Бурана не заберут до конца недели, он будет усыплен. Если кому-то нужен хороший сторож и верный друг, обращайтесь по телефону, который вы видите на экране. Севастополь За минувшие сутки в Севастополе на свет появились 13 детей, 6 мальчиков и 7 девочек. На сегодня это все. Выпуски Севинфорумбюро смотрите вечером в 19 часов 21.30 23.00. Ночью в 2.3.45. Утром в 6, 8 и 10 часов. Днем в 12.05, 15 и 17.30. Телефон редакции 59-00-62. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdfiz.tv.com. Ждите новостей. До встречи.